Ну а теперь мы продолжим рассказ про шестидесятников уже по годам. Итак, шестидесятый год, высокосный год луны, небесной иерархии, год архистратики Божьей Михаила. Великий год. Обожаю Ким Уайлд, английскую певицу, поп-певицу, моя любимая, с девяностых годов. Слушаю ее альпомы, начиная с восемьдесят шестого года. Камбоджа, хит восемьдесят третьего года. Она очень рано ворвалась в эстраду, была дико популярна в восьмидесятые, в девяностые. Потом слава поутихла, великолепно выглядит и так далее. Вот это олицетворение для меня шестидесятого года. Очень много мистиков было, врачей уникальных, специалистов, уфологов этого года рождения. Вообще люди необычные, не от мира сего, высокосный год олимпийский. Уникальная психика, уникальные таланты, способности, интуиция бешеная. Женственные, артистичные, творческие женщины. Мужчина с особенной психикой, особенными, тайнами. Очень мало мужчин этого года дожили до шестидесяти лет. Многие ушли и в девяностые, и потом от болячек и прочих проблем. Кто живы до сих пор? Шестидесятого года желаю вам здравия, душевного и телесного. Берегите себя. Вы уникальны. Это белые вороны, ангелы и демоны одновременно. Искусители, искушаемые. Особый год. Очень люблю этот год. Очень много было трагических событий в шестидесятом году. Самая большая современная история после 52-го года и землетрясения на Курилах, землетрясения в Чили. 9,5 баллов. Сумасшедший год был. Волна эта прошла. Поубивала больше четверти миллиона человек. Там и цунами были, и разрушения. Это год был сейсмически активным, эмоционально активным. И люди с шестидесятого года впитали в себя эти эмоции. Они до сих пор трепетные, волнительные, тревожные, беспокойные, чувственные, нежные, особенные. Люди с секретом. Обожаю этот год. Он для меня, знаете, такой какой-то эталон красоты, эстетики, нежности, глубины, одаренности. Почитаю очень этот год. Вот как-то из сердца у меня эти лучи исходят. Так что берегите себя. Шестидесятый год уникальный. Такой же шестьдесят шестой был год, но гораздо поблекче. Блеклый более. Более скромный. Я о нем расскажу чуть позже. Также видео разобью на две части по пятилеткам. Шестьдесят первый год. Вот это совершенно другой год. Наглый, дерзкий, марсок, цвет красный, крови, бог войны, разрушений, конфликтов, завоеваний, Ариас или Марс в Древней Греции, в Риме и так далее. Значит, такой оккультно-агрессивный год. Люди шестьдесят первого года совершенно другие. Темп, ритм грубый, жесткий, плотский. Физический такой, темп и ритм этого года динамичный, физический, активный, агрессивный, упертый, упрямый. Очень было тяжело с этими людьми совместно жить, быть их второй половиной. Ревность, амбиции, претензии, требования, ярость, гнев, истерия, одержимость. У этих людей часто проявлялась очень нервный год, тяжелый, сложный, хотя и Гагарин в космос полетел, и была эта вот энергия восторга, успеха, достижений, космические такие ребята по темпераменту. Но жизнь сложилась у них очень тяжело. У шестьдесят первого года и разводы, и тяжбы, и суды, и чего там только не было, и операции, и аварии, и травмы, и агрессивные всякие проявления. Вот в девяностых повышибало, шестьдесят первый год, очень много мужчин особенно погибло и так далее. Вот воинственный был, погонный, спорт, железо, техника, механика, вот это их история шестьдесят первого года. Много хирургов, врачей интересных, самобытных. Но год тяжелый, очень тяжелый. Я этот год никогда не сватал, старался быть с ним на стороже, на расстоянии. Мне этот год никогда не нравился, они риски принципиальные, вот эта грубость, такая прямота излишняя, нетерпеливость, категоричность суждений отталкивала от этого года шестьдесят первого. Да, в делах, работе, карьере они были неплохими, достижениями или и так далее. Начальники были интересные, подчиненные тоже бойкие, но не дай бог этим людям дать власть в руки, так сказать, оружие, власть или что-то подобное, они себя покажут по полной программе. Старости будут нервными, раздражительными, такими беспокойными, тревожными, недовольными вечно всем и так далее. Хотя они могут прийти на помощь, оказать влияние, разрулить историю и так далее, это они умеют, но жить тихо, мирно, спокойно, это не про них история. Шестьдесят второй, совершенно другой год. Деловой, предприимчивый, рациональный, проницательный, интуитивный, хваткий, цепкий, наплый тоже по-своему, предприимчивый одним словом, расчетливый, хороший, адаптируется прекрасно, миролюбивый год в целом, но расчетливый. Он не такой эмоциональный, как шестидесятый год, у которого цвет белый, небесный, такой стихия вода, вода, у шестьдесят первого огонь и красный, оттенки красного, от терракотового до малинового. А у шестидесятого цвета зеленый, и оттенки этого цвета, от изумрудного до болотного, в зависимости от настроения и так далее. Шестидесят второй, предприимчивый. Эти товарищи шестидесят второго года были озабочены деньгами, независимостью, свободой, самореализацией. Они прорвались из шестидесятых годов вперед, они задали темпы, ритм, моды, интересы, вкусы, рвения и старания всего направления шестидесятых годов. Это были самые предприимчивые ребята. Это был единственный такой год в шестидесятых годах. Они не похожи ни на кого. Они судят обо всех из своей колокольни, никому не верят, никому не доверяют, со всеми контактируют, внимательны, коммуникабельны, общительны, в меру корректны. Но преследуют всегда только свои интересы, сугубо свои интересы. Это их отличает от всех остальных. Поэтому год очень сложный. С ними надо всегда быть настороже, внешне приятные, обходительные, коммуникаторы хорошие. За все берутся, сфера услуг, торговля, бизнеса. Да, там очень много профессий всяких разных, политиков много было и так далее. Но они сами себе на уме, и это надо понимать и знать, и быть с ними аккуратными, осторожными. Вот такой он, шестьдесят второй год. Стихия воздух, цвет зеленый и мани-мани. Шестьдесят третий, совершенно другой. Это был идеологический год. Очень красивый, яркий, одаренный. Очень много талантов родилось в этот шестьдесят третий год. Певцов, музыкантов, уже многих в живых нет. Уитни Хьюстон, Джордж Майкл. Вот это те имена, которые прорвали этот год, шестьдесят третий, на эстраду. Ворвались они туда наверх и были самыми молодыми, красивыми, яркими, одаренными, привлекательными. И как они быстро стали стареть, иссякать, болеть эти пристрастия, дурные увлечения и так далее. Шестьдесят третий год, он в этом смысле апостольский, цвет оранжевый, цвет счастья, его оттенки, значит, цвет стихии огонь. Это апостольский год, поэтому нет границ, нет ограничений, ни в чем, нигде и никогда. Общественная деятельность, общественная деятельность, социальная, политика, коммерция, юриспруденция, торговля, сфера услуг. Каких только специальностей и профессий эти люди не испробовали, куда только не подались, чтобы себя проявить. Проявляли они бурно, страстно, рано себя, у них нет критериев долговременной, долгосрочной программы жизни, просто нет. Они живут каждым днем, каждым событием, не считая это правильным, хотя и вера наша, и церковь учит жить и радоваться каждому дню и молиться. Но в социальном, стратегическом, земном плане жить так, это быть уязвимым, это быть шайбой на поле или мечом, по которому ударить может слева, справа кто угодно и пошло-поехало, как говорится. Очень одаренные, яркие, красивые ребята были, спорт, ухаживали за собой, яркие они были по молодости, яркие, тоже врезались в эти 90-е, многих покалечила судьба, многих постреляли, поубивали, по тюрьмам затаскали. Кто-то избежал, они рвались всегда из СССР и за границу, у них масштаб мыслей, энергии, движухи такой был масштабный. Они старались вырваться от этой серости, они вообще носители света, пространства, энергии. Легко обучаемы были всегда, изучали иностранные языки, путешествовали много, перепробовали много работ, специальностей. От 62-го года они отличаются яркостью, темпераментом, не такой, знаете, изюминкой, необычностью, одаренностью. 62-й они так. Вот что деньги приносило, то и хорошо. А 63-й они вот выбирали какие-то моменты, нюансы, знаете, и они были носителем хорошего настроения, позитива. Это позитивный год 63-й, очень яркий, интересный, последний такой хрущевский год. Очень еще много было надежд, питали надежд и так далее. А 62-й уже был озабочен недостатков хлеба, питания, вот эти события на Вочеркасске, расстрелы. Он трещал по швам уже хрущевский режим, и люди 62-го года, они нервные в этом смысле. Экономика, там, события какие-то, они чутко реагируют. А 63-й, он свободный был, он распахнутый был этому миру, этому пространству и так далее. И они этим жили и живут до сих пор, они мобильны, путешествуют. Мужчины привлекательны, ищут молодых невест до сих пор. А женщины очень коммуникабельны, общительны, стараются быть в семью, дружбу сохранить и так далее. Естественно, много браков, естественно, много историй. Много детей не смогли они родить, хотя могли, всякие там обстоятельства были. Но горь позитивный. 63-й это позитивный год, я его люблю, хорошо понимаю, дружу и дружил по молодости с этим годом. Потому что они контактны были с молодыми и старыми, с разными религиями, расами, коммуницировали легко и свободно. Это такой, знаете, последний всплеск комсомола в шестидесятниках. Идеология, все люди братья, пролетария всех стран, соединяйтесь. Такие революционеры были, реформаторы и прочее, прочее. Среди политиков много этих людей, рожденных и всяких историков, журналистов и прочее, прочее. 63-й год покопать, там столько одаренных, ярких людей во всех видах жизни. Очень много, пленяда целая. Поэтому год великолепный, очень его люблю. 64-й год, высокосный, очень тяжелый год, суровый, волевой, высокосный, темпераментный, такой могучий. Очень давит, насаждает, настаивает на своем и так далее. Год интриг, цвет черный, год Сатурна или субботний. Похорон напоминальный год для Хрущева, как мы знаем. Последний год, когда терпение уже переполнено всех и вся. Год, который похоронил Хрущевскую оттепель и все эти истории с хрущевскими авантюрами, авантюризмом, как в целом. Все, свобода стала закручиваться, как в крайне вода. Это пришел 64-й год. Привет называется. Представьте себе, в лунном, значит, десятилетии 60-го, восторженном, эмоциональном, творческом, такая вот куча чернозема посередине, вот земли черные, такой холмик. Поэтому они отличались от всех других ребят и девчат от 63-го, 65-го года. Это были рационалисты, диктаторы, начальники, чиновники. Это был такой ого-го-го год. И даже детей, которых начинали в 64-м, но которые родились в 65-м, вот эта основа государственная, волевая, чиновничья, управленческая была заложена. Поэтому 64-й год – это работяги, если простые люди, если мы их берем, трудовики, скажем так, от земли от сахи поднялись наверх. А в политике, во власти, в управлении – это мастодонты, динозавры такие, знаете, они… Их не сдвинуть – это бесполезно. Они вот какими родились, такими и умрут. Их переделать невозможно. Они неуправляемы, никем не подчиняемы, неконтролируемы. Очень тяжелый, сложный год. Значит, по своим правилам живут долгожители. Это единственный такой год в 60-м десятилетии. Потом был 70-й и потом аж 81-й. То есть они уникальные, они появляются в десятилетиях один раз, редко-редко, когда два раза. Вот такой вот уникальный год. И они отличаются от всех. 64-й от всех шестидесятников отличаются. Это такая жирная точка в первой половине 60-х. Все. Вторая половина 60-х – это другие ребята. Абсолютно другие персоны. Поэтому вот эта первая пятилетка, 60-64, она еще сохранила в себе энергию, надежду, оптимизм, жизненные силы и так далее. И вот 64-й – это волевые материалисты, идеологи, консервативного типа, центристы, классики такие, могучие люди, очень сильные, волевые. На них опору многие возлагали. Надежды и в личной жизни, и в дружбе, и в карьере. Начальники были неплохие, сегодня работают многие, пашут, как Папа Карло, и управляют нами многие. Особый год. Достойные, особые, проживут дольше всех из 60-х годов. Но стрессовые очень. Они не любят перемен, не любят каких-то историй неожиданных, форс-мажоров. Это не их история. Очень хороший, сильный год, мужской, цвет черный, осень-зима, темпераменту, вечер-полночь. Такие ребята экспрессивные, тоже олимпийские, сильные очень, физически сильные были. Но текотение, криминалы очень у многих было, к тайдам, к секретам, к двойной жизни. Люди в футляре очень недоступны, непонятны для многих. Особый, особый год. Дерзкие такие, смелые, решительные, моложавые, активные, подвижные. Хороший пример – это Си Си Кеич, певица 64-го года. Она будет скакать и прыгать еще очень долго. И выглядит шикарно, и за собой следит, и деньги всегда есть, и так далее. Вот такая дама. Вот в этом смысле год хороший, сильный, сосредоточение воли, силы и долголетия. Спасибо. Переходим ко второй половине 60-х. Спасибо. Спасибо.